Этот закон призван решить существующую сегодня правовую коллизию, когда с одной стороны законодатель установил запрет на распространение той или иной информации и право государства в данном случае в виде в лице Роскомнадзора вносить требования об удалении такой информации, но в то же время ответственности за неисполнение этого требования законом не предусмотрено. Речь идет в значительной степени об особо общественных, общественно опасных явлениях, таких как распространение сведений и материалов у детской порнографии, пропаганда экстремизма, распространение наркотиков, прекурсоров и так дальше. Законопроект предлагает установить новый вид административной ответственности и штрафы за неисполнение обязанностей по удалению информации, доступ к которому подлежит ограничение. Устанавливаются более высокие штрафы за данные серьезные штрафы от 500 рублей и до 15 миллионов рублей для юридических лиц. Уважаемые коллеги, законопроект противоречивый. С одной стороны, довести до логического завершения выполнения судебных решений по удалению пропаганды наркотиков и тем более видео педофилической направленности, конечно, двумя руками за, тем более, что фракция «Справедливая Россия» последовательно вообще выступает за ужесточение и нулевую терпимость к педофилам, вплоть до отмены для этой категории мораторий на смертную казнь. Тут вопросов нет с точки зрения того, что это пропагандироваться не должно. Но есть другая ситуация, связанная с так называемой борьбой с экстремизмом. Мы прекрасно с вами понимаем, что большинство так называемых экстремистов – это просто сидящие в соцсетях люди, которые постят какие-то мемы и картинки, делают репосты и часто не имеют умысла на совершение какого-то правонарушения. По крайней мере, практика такова сегодня. Коллега Хинштейн с трибуны говорил про суровость наказания. Но вот интересные цифры я приведу специально. Посмотрели статистику перед этим выступлением. Значит, вот за четыре года у нас уголовные административные дела по экстремистским статьям, вот с точки зрения вот этих репостов и так далее. Пятьсот дел по соцсети ВКонтакте, девять дел Ютуб, четыре Фейсбук, один Твиттер. Такое ощущение, что граждане в погонах, которые пытаются найти вот этих диванных экстремистов и бороться с ними, знают только одну, да, социальную сеть ВКонтакте, и там их быстренько находят и дальше никуда не идут. Но, к сожалению, это создает проблемы. Пример. Екатеринбурженко Полина Гузеева, 29-летняя, недавно была привлечена к ответственности, к штрафу административную, за то, что сделала перепост клипа группы Алай Оли в 2009 году. В 2016 году этот материал признан экстремистским, да, внесен соответствующий перечень экстремистских материалов. Человек, то есть, должен был как-то за этим следить, видимо, удалить ее, удалить все, что было до этого, да, чтобы, значит, соответственно выполнить законодательство. Понятно, что это невозможно. Человека привлекли к ответственности, сроки давности для такого не действуют. Вот когда выявили, все, значит, человек виноват, он распространяет экстремистские материалы. Понятно, что человек это не знает. Есть жалобы, кстати, от средств массовой информации, аналогичная история, Роскомнадзор находит у них где-нибудь в архиве какой-нибудь материал, там, за 99-й или 2000-й год, там, на сайте, да, который сегодня чему-то не соответствует. Тогда соответствовал, сегодня не соответствует. Находят сейчас, привлекают, никаких сроков давности и так далее. Вот в этой ситуации, как бы, ну, неправильный перекос с точки зрения борьбы, там, с этими диванными войсками, диванными экстремистами, которые экстремистами, по сути, не являются. И в этой части законопроект «Справедливая Россия» поддержать не может. Мы не будем голосовать по данному закону. Спасибо. Вот каждый раз, когда видишь в повестке дня какой-нибудь очередной пункт, связанный с интернетом, все надеешься, вдруг это будет как разрешительный законопроект. Что-нибудь мы разрешим, наконец, в сфере электронных средств массовой информации. Но нет, всегда оказывается, что вновь какие-то запретительные меры вводятся в законодательство. И, к сожалению, это является устойчивой тенденцией. Все последние годы в Российской Федерации совершенно конкретно реализовывалась политика по ограничению прав и свобод в интернете. И, собственно, делалось это всегда под примерно одним и тем же соусом. Либо давайте защитим детей, либо давайте поборемся с терроризмом. Ну, или экстремизмом в данном случае. И вот под этим соусом, соответственно, и новые ограничения, и новые запреты, и все остальное. Причем я вот солидарен с коллегой, который только что выступал, потому что, действительно, в условиях сохраняющегося в нашем законодательстве чрезмерно широкой возможности для толкования самого понятия экстремизм, мы, собственно, придем с вами очень легко к практике, когда люди, ну, может быть, за какие-то излишне эмоциональные, излишне, может быть, критические высказывания по отношению к власти запросто могут, извинить за выражение, уехать на зону. И ничего хорошего в этом совершенно нет. А здесь речь идет о колоссальных штрафах. И, ну, в общем-то, не похоже, чтобы они способствовали наведению порядка в стране. Скорее, это похоже на своего рода законодательную дубинку в электронной сфере, которая должна будет ограничивать возможности для выражения мнения и просто затыкать рты. Причем, ну, опять же, уважаемые коллеги, никто не против того, чтобы, например, ограничить иностранное влияние. Мы с вами прекрасно знаем, доброжелателей в кавычках у нас за рубежом более чем достаточно. И, в общем-то, они в интернете работают очень хорошо и очень энергично. Не в пример, так сказать, соответствующим российским структурам и службам. Но так давайте тогда целевым образом прорабатывать и принимать законопроекты, которые именно иностранное влияние, интересы иностранных держав по навязыванию тех или иных вещей в интернете на территории Российской Федерации ограничены. А у нас же получается, что под шумок просто своих собственных граждан подводят под монастырь. Ничего хорошего в этом нет, это практика порочная. В условиях нарастания общественного недовольства, которое сейчас по совершенно объективным социально-экономическим причинам увеличивается, мы последнюю практически отдушину, потому что сейчас под предлогом ковида уже и не митинг никакой провести, невозможно никакую акцию протеста, последняя отдушина у людей для высказывания осталась в интернете, и ее пытаются заткнуть с помощью вот таких законодательных инициатив. На наш взгляд, это порочная практика, и здесь нужно подходить более выверенно и, скажем так, бороться действительно с теми, кто хочет навредить России, но о своих граждан нужно все-таки поберечь. Поэтому я считаю, что поддерживать такой законопроект было бы преждевременно. Спасибо. Короткий комментарий в связи с выступлением представителей от оппозиционных фракций. Мне очень жаль, что коллеги не читали сам законопроект, потому что он совершенно про другое. Он не про то, что кого-то подводят под монастырь, не про то, что кто-то поедет на зону, и уж тем более распространение детской порнографии или пропаганда наркотиков, прекурсоров, способов их изготовления или мест продажи не может служить, как выразился последний выступающий, последней отдушиной для высказываний. Речь не идет о новых наказаниях за высказывание своей гражданской позиции. Речь идет об установлении ответственности за обязательность исполнения уже существующих сегодня в законе требований. Если у нас с вами не будет действовать уголовный кодекс, которым устанавливается ответственность за совершение уголовных преступлений, у нас будут совершаться уголовные преступления. Не будет установлена ответственность административных правонарушений, будет совершаться административные правонарушения. Закон в Российской Федерации должен соблюдаться. Полагаю, с этим согласятся все, в том числе и представители оппозиционных фракций, даже если, выходя на трибуны, они не читают текст законопроекта, который комментируют. Спасибо за внимание. Ставится на голосование законопроект пункт 15 порядка работы. Включите режим голосования. Скажите результат. Принимается в первом чтении единогласно. Спасибо. Продолжение следует...